Друзья, здравствуйте! Меня зовут Василиса Бродская, и я преподаю литературу в онлайн-школе Вебиум. И знаете, мне кажется, я бы сейчас перед вами здесь не сидела, если бы когда-то не сделала сама выбор. Я филолог, такой классический, обычный, доморощенный филолог с высшим образованием, но могла быть преподавателем литературы и русского языка в школе, или могла вообще пойти и стать журналистом, ну или же выучиться на лингвиста. Ну вот, у меня такой интересный путь, меня привлекло все-таки больше всего направление филологии. И сегодня мне бы хотелось как раз поговорить с вами подробно о том, куда можно поступать с ЕГЭ по литературе. Возможно, глядя на меня, а я смотрю на вас, возможно, сейчас вы почувствовали такой немую корведь. Литература, она в итоге-то ничего в жизни-то и не даст. Литературу, скорее всего, идут задавать те, кто ее любит, кто любит читать, но такой небольшой спойлер, на самом деле ЕГЭ по литературе, ЕГЭ по литературе как таковым не является. Это ЕГЭ по литературоведению, то есть по науке. Ну и, соответственно, если вы любите физику, вы можете пойти сдавать физику. Если вы любите литературу, вам нужно будет, конечно же, погрузиться в этот предмет, как и в любой другой предмет, в любую другую науку. И, опять же, ну зачем мне эти ямбы и хорэи? Ладно, если там геометрия, мне пригодится там, не знаю, расчертить себе на полу разметку, или, может быть, самостелить шкаф, то какое вообще отношение литература имеет к моей жизни? На самом деле, прямое. Конечно же, литература развивает в нас эстетический вкус. Литература показывает нам, как устроена жизнь, и отчасти, как и философия, примиряется этой жизнью и так далее. Но вот давайте разберемся, кем можно стать, когда ты любишь литературу. Кем угодно. А кем можно стать, когда ты сдаешь литературу? Давайте разбираться. Давайте скомбинируем несколько предметов. Я думаю, ни для кого не секрет, что русский язык — это обязательный предмет для сдачи ЕГЭ, базовая математика тоже. Конечно, там год от года что-то там меняется, но в целом всегда так. Но литература, как и ковая, она не сможет открыть вам двери ко всем факультетам и всем направлениям. Литература всегда ее в связке с чем-то. Давайте рассмотрим первую связку — литература и иностранный язык. Здесь набор интересный. Конечно, в каждых вузах, в своем вузе, и в провинциальном, и в столичном, и в вузе с углубленным изучением, например, у педагогики, то есть в педе или в каком-нибудь, не знаю, условном меде, конечно, набор экзаменов всегда разный. Но в целом связки по предметам, они более-менее похожи в разных университетах. И вот, например, если вы хотите сдавать вместе с литературой иностранный язык, то вы замечательно сможете поступить на филологический факультет и быть лингвистом. Вот это, наверное, одна из самых таких распространенных профессий, которые получают ребята, сдавшие литературу и английский. Также литература английский, вторая его часть — английский, может быть вариативна. Если вы, например, сдаете литературу и общество, литературу и историю, то вам, конечно же, открывается путь куда? На филфак. Вообще филологическое образование я считаю таким базовым образованием. И не таким культуроведческим, и не глубоко, 100% литературным. Вы можете заниматься и изучением языка, можете заниматься изучением литературы, разных связанных с литературой и языком особенностях, не знаю, жизни человеческой и так далее. В общем, мне кажется, что филфак, филологический факультет как явление, это очень хорошая база для любого интеллигентного человека, скажем так. И, кстати, не просто так, раньше, в 20 веке, в 19 веке, филфак был всегда связан еще не только с литературной историей. И факультет был историко-филологический. Так что вот это вот представление такое обширное о мире дает именно вот такая вот филологическая база. Поэтому, если вы, друзья, сейчас на перепуте находитесь, то попробуйте выбрать для себя этот вариант. Потому что, как правило, филологический факультет, он не дает ответа на то, кем ты станешь. Ну, если ты, например, преподаватель, да, и ты идешь на ПЭД, и ты преподаватель русского языка и английского языка, русского языка и литературы там, или английского только языка, здесь уже видна сразу специализация ваша. А вот если вы, например, поступите просто на филфак, у вас будет время как минимум 4 года, чтобы определиться, кем же я хочу стать, когда вырасту. Также, вот я уже упомянула про педагогику, с таким набором предметов вы можете поступить на преподавателя русского и английского, или преподавателя русского и литературы. В общем, сейчас вот эта вот сфера, связанная с литературой русским и иностранным языком, она очень тоже вариативная. И иногда даже бывает такое, что лингвист в своей практике, обучаясь на факультете, может тоже применять, примерить на себя, не знаю, амплова учителя. В общем, такая широкая, скажем так, тоже база. Если вы хорошо знаете иностранные языки или хотите знать их лучше и чувствуете, что ваша душа лежит к изучению языка, постижению не только русского языка, но и любых других, это тоже направление вот для вас, лингвистика. Также здесь стоят интересные такие вот как явления медиакоммуникации, но в принципе я сделаю такой большой спойлер и отвечу на вопрос, куда поступать, буквально несколькими фразами. В принципе, вы сможете работать и получить специальность везде, где есть слово. Вот об этом как раз литература и в этом прелесть. Так что, если вы поступаете на медиакоммуникации или, например, на рекламу и связи с общественностью, там тоже постоянно меняется, конечно, список предметов, которые нужно сдавать, но все-таки эти две специальности позволят вам как бы вывести, наверное, свой личный опыт, субъективный опыт постижения мира вовне. Ну и, соответственно, литература станет для вас там хорошим спутником. Ну, а английский язык, или там, может, любой другой иностранный, это то, что свяжет вас с другой частью мира, например, вам доселе там неизвестное. Вы можете читать статьи научные на иностранном языке и применять ваше знание о языке, разрабатывая, может быть, какую-нибудь такую межпредметную работу. Ну, например, условно говоря, предпочитаю сейчас что-нибудь рандомное, образ купца в русской литературе, презентация для студентов 7-го, там, не знаю, 7-го класса, на английском языке, методика преподавания. Видите, какие интересные получаются сближения, странные, странные сближения есть, это слова Пушкина. Ну, ладно, в общем, возвращаясь к рассуждению о русском языке, литературе и английском языке, опять же, вариативная часть общества и истории сюда же добавляется. Смотрите на сайте того вуза, в который вы хотите поступать, чтобы не запутаться и сдать правильные экзамены. Все это открывает вам путь к такому базовому филологическому образованию, к лингвистике, педагогике и к медиакоммуникациям, рекламе и связи с общественностью. Вот такой вот интересный набор. Следующая связка — это литература и история. Казалось бы, ну, окей, все, исторический факультет, иди изучай древних славян. Но все интереснее, чем нам кажется. Хорошая такая фраза, запомните ее и частенько вспоминайте, когда будете выбирать себе вот этот вот путь в жизнь, выбирая факультет и выбирая университет, в который будете поступать. Так вот, история и литература — довольно странная связка, которая откроет вам путь, конечно же, на исторический факультет, но в то же время, например, на искусствоведение и на киноведение. Нужно, конечно, держать в голове тот факт, что во многих вузах дополнительно также проводятся еще вступительные испытания. То есть, например, вот вы сдали ЕГЭ по литературе на 80, ЕГЭ по истории на 90, и пришли сдавать еще и вступительные испытания, и справились с ними на суперклассный максимальный балл. Все эти вступительные испытания, они будут касаться специфики того предмета, который вы сдаете, на который вы поступаете. Точнее, не предмета, а факультета, на который вы поступаете, или экзамены для которого вы сдаете. Но в целом вот такой интересный симбиоз открывает вам такую интересную дорогу в историческое плавание. Следующая профессия интересная, к которой можно поступить, — это издательское дело. То есть вы будете заниматься не только тем, чем отличается плотность картона друг от друга, но и, конечно же, будете вычитывать тексты, будете, возможно, вычитывать авторские рукописи, будете переводить из рукописи в электронный вариант тексты, будете разбираться в книжном рынке, будете интересоваться современной литературной критикой, если она еще жива. Это тоже вам предстоит в своей деятельности освоить и понять. Вот такая тоже интересная профессия в содружестве истории и литературы. То есть если вы сдаете эти два предмета, скорее всего, вы сможете поступить как раз на издательское дело. Следующее, все дизайнеры затоили дыхание, — это, конечно же, дизайн. Опять же, в разных вузах нужно сдавать разные предметы вкупе с литературой. Не забывайте, что литература — это костяк всех творческих специальностей. И все литературные и кинокритики, все искусствоведы, все люди, занимающиеся напрямую рассматриванием, анализом искусства или дизайнеры, которые проектируют наш мир, даже веб-дизайнеры сейчас должны сдавать литературу. Ну и опционально либо истории, либо общество знания. Вот такой вот интересный наборчик. Так что, если вас интересуют такие необычные профессии, которые довольно сейчас востребованы, и здесь, наверное, должна была быть рекламная интеграция какой-нибудь школы айтишной, но ее не будет. Вот если вас это все интересует, записывайтесь на мои курсы по подготовке к ЕГЭ по литературе. И там вы узнаете не только то, как отличить Ямп от Хоррея и не быть Онегиным, но и, конечно же, мне кажется, проникнитесь к любовью к этому предмету, потому что я его тоже очень сильно люблю. Несколько раз сдавала. Я поняла, что любить и сдавать — это все-таки вещи разные, но для того, чтобы свою любовь как-то материализовать и направить в нужное русло, как раз нужно учиться сдавать ЕГЭ. Сдавать ЕГЭ. Не только любить читать, но и сдавать ЕГЭ. Так что жду на курсах. Давайте вернемся с вами к творческому набору и перейдем от киноведов, от тех, кто занимается книжным делом, от журналистов, кстати говоря, которые тоже с тем же самым набором, что и на филфак могут поступить, на журналистику. Нужно вспомнить, что есть такие вступительные испытания, дополнительные вступительные испытания. Я о них уже упомянула. И, как правило, на вот эти самые творческие профессии продюсер, режиссер, актер и многие-многие другие связаны с вот этой эстетической частью нашей жизни. Вот туда нужно сдавать как раз литературу, русский обязательно, дальше вариативный набор, иностранный язык, история, общество, знания и обязательно дополнительные вступительные испытания. Что такое дополнительные вступительные испытания? Это, по сути, то, что покажет вашу мотивацию учиться, если я могу так сказать, или покажет ваше представление о профессии. Конечно, на журналистике там тоже есть дополнительные вступительные испытания, и там будут свои задачи, может быть, какие-то эссе. Где-то, вот, например, если вы на актерской будете поступать, нужно будет дополнительно еще прочитать басню, песню, стих, исполнить красивую, чтобы вас не прогнали тапком с прослушивания. Но в любом случае, вот эти вот творческие специальности, о которых я озвучила, они всегда связаны с такими довольно сложными вступительными испытаниями. Поэтому не забывайте, что литература — это ваше универсальное оружие, если я так могу сказать. Ну, я выражусь так, по-другому не могу. Что это значит? Это значит ваше представление о литературе сейчас, то, что вы готовитесь, то, что вы узнаете о ней, как вы умеете писать сочинения, а значит высказывать свою мысль. Все это сплетается в один классный комочек, который вам, из которого вы можете, не знаю, связать себе теплые носочки, извините за затянувшую свою метафору, связать себе теплые носочки и ничего не бояться на вступительных испытаниях. Потому что литература, она преобразует наши знания о мире. Она побуждает нас как предмет, как литературоведение, да, как предмет обязует нас доказывать свою позицию, аргументированную последовательно. Также она предполагает глубокое знание текста, заучивание текстов для того, чтобы суметь правильно аргументировать свою позицию, тоже сюда входит. И поэтому, видите, такой спектр профессий я вам назвала, а везде нужна литература именно потому, что вот она такие замечательные функции в нашей жизни выполняет. Ну что, друзья, в принципе на этом все. Получился такой скорее монолог, чем список, чем дайджест основных профессий. Ну и надеюсь, вам было интересно его послушать. Внимание, друзья, кто ждал, значит, шутку про Макдональдс, про дворников, про голодных художников, что-то я, наверное, еще забыла, но ладно, бог с ним. Здесь ее не дождутся, потому что, опять же повторю, работа, которая связана, профессия, которая связана с литературой, внезапно, да, ЕГЭ вдруг реально связана с жизнью. Потому что литература в нашей жизни, она открывает доступ к таким профессиям, которые всегда будут востребованы. Вы скажете, да, конечно, а куда же пойдет актер с его этой профессией, кто его в какое кино возьмет? Ну ведь возьмет же, это его профессия. И, в принципе, в любом случае, что бы вы не получили, какие бы баллы вы не получили при поступлении в этих вступительных испытаниях, помните, что жизнь не заканчивается. А если вы только намечаете себе путь, куда вам пойти, помните, опять же, что литература, она вас и поддержит, если вдруг что-то пошло не так, и даст вам работу всегда. И опять же, это не про KFC и McDonald's. Там, где есть слово, там, где есть литература, всегда найдется и для вас местечко. Если вы, например, журналист и нашли работу в редакции, или она вас, например, как-то, не знаю, разочаровала, вы можете пройти курсы повышения квалификации или переквалификации, стать преподавателем литературы, потому что на литературе держится профессия. Невозможно рассуждать о чем-то аргументированно, невозможно описать, наверное, события, не имея хорошего вкуса, хорошего слога. А это все мы почерпываем, конечно же, из нашей классической русской литературы. Конечно, не на всех это действует, не только русской, но и зарубежной литературы. Конечно, не на всех это действует. Прочитал Тургенева и сразу стал гением мысли, отцом русской демократии. Это так не работает. Но, в принципе, насмотренность, начитанность и вообще вот эта культурная развитость, а все это нам дает ЕГЭ по литературе, как ни странно. Они помогут вам не пропасть в этом нашем жестоком и печальном мире. Напоминаю также, что готовиться к ЕГЭ по литературе можно со мной. Я буду очень рада, если вы выберете меня, потому что моя профессия филолог. И магистратуру я закончила по курсу русская филология. Вот такая я, да, образованная, умная. Вот теперь работаю преподавателем. Если вам близка эта профессия, либо если вы любите литературу и хотите ее сдавать, это немножко разные вещи, то записывайтесь на курсы. Буду очень рада вас там видеть, мои драгоценные будущие продюсеры, представители издательского дела, журналисты, педагоги, филологи, ну и так далее, так далее. Я лингвисты и все-все-все шлю вам от самого сердца. Вот такое вот сердечко. И желаю определиться с будущей профессией без страха и без боли. Помните, что в 18 лет вы, конечно, должны сделать вот это какое-то такое ужасающее испытание, второе испытание страшное после ЕГЭ пройти, выбрать, кем вы хотите быть всю оставшуюся жизнь. Но помните, что сейчас у нас очень много возможностей для того, чтобы не останавливаться на какой-то одной профессии и пробовать себя множество-множество раз. Единственное, нужно быть умным, терпеливым и старательным. Вот. А все эти качества, все их можно наработать. Спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео. И напишите, пожалуйста, если вы уже сдали, на кого вы поступили и какие сдавали экзамены, а если вы только собираетесь поступать, напишите, на кого вы хотите поступить и какие экзамены тоже должны сдать. Пожалуйста, помните, не забывайте никогда, пожалуйста, проверять список тех экзаменов, которые нужно сдавать именно в тот вуз, в котором вы выбрали себе направление. Пожалуйста, помните это, перепроверяйте, какие предметы нужно сдать, чтобы я там стал филологом. Именно вот в этом университете, потому что, опять же, напомню, они все варьируются. И бывает такое, что, например, последние изменения вносят вдруг внезапно в феврале. И вы вместо английского должны будете сдавать историю. Или, например, вместе с английским должны будете сдать еще и историю. Так, насколько я помню, в МГУ устроены дела. В общем, пожалуйста, проверяйте страницы, сайты университетов, в которые будете поступать, и направления, на которые вы будете, на которые вы рассматриваете, которые вы будете учиться. И все, удачи вам, и ничего не бойтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok